господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного поднимать туда нет микрофон то здесь находится номер 779 события дня евангелие от матфея 24 глава 4 стих иисус сказал им в ответе берегитесь чтобы кто не прерстил вас за 31 января 2018 года и так из германии наталья усатая а как он будет бороться если у них в америке на каждом углу продают дозы для наркоманов и алкоголь на глазах продается и для садомитов защитные фонды я жила в греции в афинах там и днем и ночью наркоманы стоят согнутые с язвами на ногах до костей гнающимися ранами негры во всю продают дозы и бездомные на остановках спят в жару под солнцем 30 градусов и никто к ним не подходит предложить помощь монахи не дождешься сидят на улицах своих монастырях церквах и кофе гоняет а если кто-то и подойдет то люди из восточных стран позор вот и все православие и духовенство монахам хорошо сидят себе а семьи и детях и родителях никаких помещений сами родители доводят до шизофрении даже прослушав видео это те которые его слушают все смеются даже и такие вопросы задают видно что евангелие не читали это речь идет об ахими паре он приехал сюда архимандриты и пытается создать что-то и это обсуждение идет из таких слушателей общину не создать и миссионер никогда не быть что за слово евангелизация лучше заменил благовествование для мужчины самое тяжелое отрастить бороду и не касаться ее краев а для женщины одеть платок и выбросить в мусор косметику даже этого не могут сделать за столько лет практики и в россии и в америке вышка вот рассуждение потому человек это видел и вот он приехал сюда организовать тут у себя дома то посмотри тем более когда биографию показывает там что было как на ней он то возразил бы нет именно так там неуживчивость такая и вот он здесь старается что-то сделать на что ты сделаешь дальше юрий соболев на протяжении своей жизни так выходит что не особо этим увлекаясь а вернее не ставят такой цели вовсе нахожу что одни люди при всей своей личной индивидуальности имеют сходные типы с другими людьми вы писали в своих книгах о том как беседовать с разными людьми и там кажется тоже вроде типологии типологии как человек говорит я не верю в бога вот это тип людей не то что там я по глазам ногам там определяю как-то вообще ничего они не говорят никаких талантов не надо знать еще не верит в бога тем надо какие места писания открыть вот как определяется а другой говорить я верю что бог есть на кто знает как быть то есть не верить что библия слово божие это тоже вот как живет он богатый бедный умный не умный главное что он не признает библию за слово божие непререкаемый авторитет вот это уже вторая группа людей третье которые не решаются но и сегодня на работе везде и выгонят уж пойду на пенсию тогда вот как с ними беседовать вот как тип но так вот я неоднократно писал вам ранее и напишу сейчас но всякий раз обнаруживают типологическое сходство если можно так сказать с сократом вот сегодня работая с одним текстом фуко наткнулся далее по тексту упоминается и григорий низкий сократ говорит о себе первое его предназначение неспослано богами и он будет исполнять его до последнего вздоха второе за это ему не нужно никакого вознаграждения он не ищет выгоды для себя им движет человеколюбие это дает характеристику вот и о сократе говорят да третье его предназначение полезно для города оно даже полезнее военной победой финн в олимпии поскольку он уча людей заботится о себе учит их заботиться о городе 800 лет спустя та же самая идея и то же самое выражение появляется в трактате григория низкого о девстве но совершенно ином значении григорий имеет в виду не шаг в результате которого кто-то начинает заботиться о себе и о городе он имеет в виду шаг в результате которого кто-то отказывается от мира и брака умерщвляет свою плоть и с девственным сердцем и телом вновь обретает бессмертие которого был лишён комментирую притчу о драхме он не драхме и главное притчу о драхме лука а дальше по китайски что ли тут но интересно так григорий призывает человека зажечь лампу обойти дом и поискать драхму пока она не блеснет во тьме блеснет чтобы очистить след господа в нашей душе от грязи привнесенной телом следует позаботиться о себе и обыскать каждый закулок своей души так интересно ведь очевидное сходство с поправкой на историческую культурную эпоху ваше сходство игнатий тихонович с сократом берет те места вот он заботится где-то бесплатно то другое и все время говорит я не хочу говорить о поневоле это так и есть мы едем дорога и вдруг смс поступает и один протоиерей пишет вот я считаю сейчас второе коринфянам падает и я был безмерно там больше вас в гонениях поношениях врагов и прочее ну я не могу просто считать слова я сразу представляю где и когда ни о ком не могу думать только о вас ну так уж господь сделал мы хотим или не хотим но биографии то наши никуда не денешь когда кого-то называют и вот на ум приходит а вы как будет очень так же думаю он считаю сергия строгородского он говорит вот времена там тяжкие приходят и когда все разрушено и вдруг господь восставляет людей и таких у которых не звание ничего нету они выдвигаются благодаря только своей предприимчивости особой харизмой обладающие на это дело то и начинается пробуждение и вот это я сразу подумал меня касается это и стараюсь в этом направлении больше уделять внимание а сейчас мне тут занимать это ночью-то остаешься вещь а я уже тут склонился опять копаюсь и копаюсь столько людей новых приходит а вчера приехала душа это надо во первых муж если он и они не согласны чем-то чтобы добровольно приехал сюда из другого города она звонила заранее я такая-то хочу приобрести ваши книги и когда вам удобнее в какое время дня я говорю вот такое то время хорошо записал себе чтобы быть готова на счет готовыми дверь открывать и оказался что володя здесь дома и она позвонила и однаружи глянул володя горит на наружу это включи посмотреть и правда стоит машина она перед машиной ходит отсюда и видно все худая как худенькая такая пошли володя пошел вперед маленько поглядя иду и все это засняли ролик будет стоять беседуем познакомились и заходить надо к нам где трапезная где книги я говорю муж это позовите а машина видно хорошая не знаешь какая марка володя а его нет наверно говорить не знают не знают но хорошие там увидите там все есть я говорю может опознать и да нет он и не пойдет ну что такое не пойдет это приехал такую далее больше это рассказывать а он не видал никаких я сразу к нему и и она улыбается стать я подошел через окошечко это открыл стекло опустил и тоже улыбается и гонка вылазь пошли он улыбнулся все машину запер пошел зашли на и дальше всего я их провел и даже алтарь показал алтарей книги ну и просто все это в ролик мы записали вот когда записываешь кто-то что-то еще увидит больше какая у нее благодарность она еще собиралась и открытку мне написала купила открытку и там похвально дальше из иерусалима у ней там эти бутылочки раза запечатаны хотела подарить у меня свои стоят пылятся а что делать это надо что-то помазать там надо на я же надо дать мне чтобы она водички то это там маленькие бутылочки где-то но торгуют аркаши они торгуют там доллар эти собирают а потом вторую открытку вытаскивает и говорит это я вам и там столько похвальных слов столько у нее радости от она заранее сидела и писала человеку расположены если не скажешь как почему я вот наткнулась на вас там дальше книги их новый завет приобрела новый завет полный трехтомник с толкованием вот такого не было за 2000 лет такие иллюстрации я мужу показывают уже сидит и вот так евгений трапко пишет может роману и вовсе не стоило приезжать потеряевку я так понял что он оставил жену так как она не хотела ехать людям которым ради приезда в потеряевку надо покинуть семью свою думаю вовсе нельзя ехать и таким людям надо отказывать приезде потеряевку ну пока таких не было это приезжают такие которые один жил он жил один жены рядом нету ну как считать уезжает или это она в другом городе живет или другом государстве чем связать не имеет желания да такие были которые вместе приезжает и он хотел она не идет мы говорим нет пока она что-то больше один делать ребятишки есть а сейчас говорит и она уже согласна дальше валентина стартисон мы ничего не знаем о планах романа и оставил ли он жену в действительности да о молодец я склонна верить в то что устроившись он пригласил бы и жену в уже готовый дом именно так он специалист такой работает ну я скажу от которые приехали с такой скоростью везде и все никого не было еще чтобы а так один приехал один делал то семью от приехал там малыша устинов далее где временно пожить а так на ровом месте визора познакомился один человек пришел виноградов его геннадий геннадий звать здравия желаю игнатий тихонович вот только собрался с мыслями выразить вам свою благодарность никогда не знал еще вчера первый раз он зашел я как суденушка паршивая то и дело мечусь как в шторм от волны к волне своей гордыни и малодушный но отчаянный все еще дно своего сердца а его то и нет оказывается в скобках пространно море там гады это из псалма церковнославянском и вот в очередной такой шторм думаю ну все сушите весла приплыли а нет спасла от оцепенения ваша благая весть все потерял вдруг на туса на наши ресурсы и вот так такое дело дух моменте мятежный вывел на вас на ю тубе это сколько лет и не встречал ваши ролики на ролик про путина смотрю на вас слушаю и радуюсь вот думаю настоящий русский мужик уже старец и почему-то подумал сразу что из монастыря из кельи вещайте я одно время был трудником в монастыре и представление о кельях братья имею труднее слово какое его даже ушиков не знает да и долго я так недоумевал смотря и слушая это видео вроде братья даже старец благочинный такой и так хорошо четко и ясно и по простому говорит и как-то очень даже хорошо и по простому дух живой русский деревенский чувствуется а не монастырский и в то же время смотрю вижу келью с братьями остались как так вольно и смело путина нашего генсека благословляет не поносит а благословляет ну думаю это что-то новое и давай один за другим смотреть видео с вами о потеряевке о благовестии скачал ваши книги читаю просвещая словами святых и словом божьим так во время дошел как вовремя дошел время дошедших до моего тугого духовного уха вашим многотрудном подвижническом и благословенном переводе да ваш труд и подвиг впечатляет и вдохновляет лишь как знаете который нападает они то первый раз идет вы говорите там о себе но люди неужели не видят или бы ты сидишь там не имя не фамилии ничего нигде нету и пустота ничего нету кроме плевать и делать зло как моя горько локольника гуля толстого они вокруг нее бегают мощицы лают а я при чем здесь у вас нет колокольни этой объехать весь мир с благой вестью пройти и выйти победителем и через все жизненные испытания у кого было то чтобы три уголовных дела сразу воздвигали не просто где-то за детей ну маленько что-то там заметили было не было у греба грозовского таскали таскали в наручниках сидит священник притом священник-то 14 лет уже накатили это игрушка что ли насколько он там был то я 45 лет начальник детского лагеря организатор он там где там было в готовый уже труд и вот так зацепила они три уголовных дела только в одну осень было только комиссии проверяющей девяносто восьмом году было пятнадцать краевых но это не игрушка у него ни одной комиссии никогда не было углебата и и посадили а тут и расследовали ребятишек проверяли кандидат медицинских наук прокуратура не вылазит и фсб но это ясно дело что еврейская организация в нср гтрк алта это телевидение едут и едут и и пожарные и станок идем станция роспотребнадзор ничего ни копейки не могли взять ясно дело что что-то какая-то особая защита дальше написать и публиковать столько книг книг речь на ней брошюры какой-то книги 8 потому ли другие за нет конечно ни у кого этого нету нету там такой боевой священник он говорит и ну выйдет брошюр к там две но это только в книжном варианте 38 томов у него за 9 лет да еще 7 книг но стихи и 4 тома по 800 страниц даже фотографии у нас выстрел это 21000 роликов 9500 ну даже бог делает это благодать божия это и дальше мой отец 38 года рождения из раскулаченных крестьян его отца моисея 2 крови в роду русская еврейская расстреляли в 38 за участие в зазейском восстании против власти большевиков отец крещеный когда вступил в казачество 90-х потом вскоре вышел из их рядов и больше церковь не ходил атеист вот крещеный атеист всю жизнь преподавал гуманитарной науки в школе университете училищах историк по образованию а бога так и не принял еще но в душе он верит это у меня начинается 1 том и что такое вера в душе я отвечаю на вопросы студентов там отвечая это открытое предательство ненавидит попов всех и когда я вернулся из монастыря встал перед ним на колени и спрашивая прощение за все он как-то потом уже спросил я только одну не пойму скажи зачем ты пошел монастырь все описывает и а вере он может говорить только в воспоминаниях с большим уважением о своей бабушке что была православной и помогала людям лечила их мать некрещеная атеистка но в душе верит по-своему вот отец по-своему атеист верит и мать такая же сорок первого года рождения на год старше меня она на три года моложе меня мещанского склада лучшего образца советской женщины трудоголика всю жизнь проработала на производстве мастером ее сестра галина баптистка двоюродный брат моей бабушки потлов был баптистом пресс-фитером эмигрировал всей семьей в америку калифорнию в тридцатых годах главное тридцатых годах это вообще даже нельзя было думать как то так вот разрешили то одно время когда он был еще жив они с мамой и ее сестрой галины поддерж поддерживала связь прислали на посылки письма пластинки записями их песен мое знакомство с богом так и состоялось слушая как они поют бушует житейское море и другое я крестился 2012 году будучи в монастыре качестве трудника думал остаться егумен василий предлагал отправиться мне учиться в семинарию семинарию надо будет она семенять там я думал об этом но вернулся домой и всю жизнь с благодарностью вспоминаю полученный опыт в монастыре и благодать но все хожу вокруг да около поступил на военную службу по контракту на камчатке оказалось не мою там на камчатке познакомился и подружился с братьями местного монастыря я помогал им некоторое время отец федор игумен отправлял уже собрал документы учиться в семинарию как-то на службе и после не решался уже поступать в семинарию да и отдаляться стал от церкви вплоть до увольнения моего со службы по контракту и после уже дома в общем дошел опять до отчаяния от пустоты и мерзости жизни без бога и встреча с вами в интернете вселила надежду и дало силы продолжать жить а потом не на это не мало значит значит понятно а потом надежда появилась приобщиться хоть немного кто из святости жизни что есть у вас вы ведете занятия по скайпу есть прекрасная возможность общения через интернет но я пока еще не готов к такому общению надо покаяться вполне вспомнить о постей молитве чтобы предстать перед вами благообразно и готовым к усвоению слова божия как готовиться к встрече прийти по скайпу чтобы благообразно выглядеть то есть ну я покажу как он выглядит есть надежда так как вновь озарилась эта жизнь этот мир для меня такими людьми как вы что благовествует вдохновляет воспитывает передают бесценный опыт и спасают отступать уже некуда там пропасть и смерть только вперед жизни к богу прошу ваших молитвы гнатья тихонович и можно ли мне в молитвенном правиле упоминать ваше имя в качестве духовного отца вот даже в качестве ну скажите которые там нападают на меня или где-то там миллионы вот смотрят миллионы там пять-десять там миллионов посетителей где-то ну хоть одно буду нет конечно он глянул тому ну что жучок там богомол пожирает ящерицу там пойма больше ничего нету 5 миллионов посетители 5 миллионов а у меня пять человек и вот пожалуйста он один но один это чего стоит стихотворение живу во тьме и без креста и как крещённый без креста как сын ушедший от отца что зело блудный молю в отчанье к небесам очисти божие сердца храм внимал чтобы я твоим словам смиренно мудрым мы персть земли мы прах и грязь лишь душ лозой сплетень и вязь что добрый плод дает трудясь во славу бога община дружная семья я блудный сын прими меня внов каясь помолюсь всегда чтобы к богу привела дорога я задал вам несуразный вопрос здесь на форуме о книге христос н.а. морозова не относящийся к спасению и к вере поэтому простите великодушно к тому же я имел дерзость вчера написать с этим же вопросом андрея васильевичу кураеву а вячеславичу кураеву и сегодня получил от него исчерпывающий ответ еще раз благодарю вас за все слава богу геннадий геннадьевич виноградов ну давай теперь мы посмотрим то как его представлял себе как он выглядит виноградов вот мы здесь на букву вы сейчас на найдем посмотрим вот посмотреть как ты таким ли нет его представлял вот так вот посмотри такой нет когда сейчас ты считал ну немножко другим постарше как будто ну вот пожалуйста как подробно написал если все это так как если тут понятно если у него что-то было допустим сидел он написал бы по судя по стиму а другой о чем за что как а так все скрывает и с первой минуты начинает ну вот человек прислал она по фотографии блажь это богом я тут поднял и пожалуйста ходил фотография такая живая довольно конечно бритый но он таким и не хочет появляться но все равно дал знать показал что поверили а по скайпу когда выйдет это друг другу увидим вот так ну вот теперь мы пошли дальше так игнатий лапкин выходите по скайп и поговорим подробнее приготовьте заранее все свои вопросы полезны для вас и всех заходите на изучение святой библии по скайпу там можете просто быть но не подавать голоса не нужно бояться общение во христе иисусе мой ответ я дальше я выставляю новые ролики назывались они мама солнце м1 м5 а теперь она это маленько по-другому все равно масон со слова осталось я говорю читает здесь яковлев геннадий и яромонах григорий убиты по за по приказу кришны черного ну и где это можно на нашем форуме дальше так и яромонах григорий в миру геннадий михайлович яковлево чтобы суда зайти ну и там все википедии как он был как обратился рома малыш пишет пишет переслал ему пишут пишет дон челли дон челли кто это такой кто никто не знает кто он такой и чего но роман здесь все ядный как это любое сейчас бриботину жирает до того мне противно вот это все собирает сутками сидит и а кто ему подаст какую пищу то есть чистый святой источник оставил вот к нему полностью относится еремея 213 меня источник воды живой оставили а выстекли без водоема не могуще держать влаги и ни под каким видом он не может увидеть что что-то там сказали добрый там патриархийные сегодня все ересь то есть вот это зиги германа стерлигова зараза она заглотила его полностью ему надо было там остаться то есть он приехал на мы то не изменились я ролики сейчас ставлю с ним были ну проверьте где он довольный веселый вот это внутри у него это язва была плоская земля и отсюда все пошло я ему сразу сказал дело-то не в земле а дело в демоне которого ты допустил у себя квартировать и сделала его хозяином над собой дух лжи там славик это чебаркульский вот там уже его прославляет и вот какого-то человеку во все все это настоящее там батюшка наш не настоящий а он там нашел настоящее ну то есть полное помешательство тут нежесоприннее беснование абсолютное беснование никого нет и все потерять строить и такие друзья были ходил причащался молился крещение принял в один день все спихнул ничего нету но явно дело помутнение разума и теперь самое то опасное то что его сейчас начинает жалеть и грозится уже нам за него тут он хочет или не хочет на должны умереть какие-то принимать то есть он вызывает ненависть к тем которые люди рядом а эти люди которые не верующие он этого не видит он ослепленный это уже бесогонство он угрожает и поэтому но мы должны какую-то меру принять или он прекращает это безобразие или придется ему выехать даже разговаривать не надо его вышибать оттуда одним разом вышибить сейчас только власти сообщили у них документов ничего нету его в наручниках вывезут и это хорохорение его даже пыли не останется но нам-то это зачем но он не понимает или он прекратит вот это прости господи дерьмоедство собирать или значит мы обязаны провести собрание как у нас принято пусто он восстал против устава что все православные он не православный никакой какой православный то он все поносит вся церковь все еретики и проще беснулица буйное беснование начинается из-за перса 1 и вот теперь подыскивается прямо под каждый на меня кинулся ну а тут то явно что он с первой минуты поперхнулся и подавился а я молюсь за не он или меня очень дорог он работяга нужно читаем так долго ли роман если хочешь мы тебя заберем барнаул иначе они тебя съедят ты просто до конца не понял куда ты попал ты брат только не молчи если надо мы покрышки привезем какие-то покрышки что-то ну представь за него уже защита это уже враги нам ну а тут мы обязаны вы выдвинуть заслон еще одно такое предупреждение мы обращаемся к власти я поговорю с народом позвоню и прочее с романа мы расстанемся самым неприятным моменте или он прекращает это дело будет молиться с постом молитвой попросит всех чтобы демона бог изгнал из него он беснуется потом немного погодя вот какой-то кто такой он знает нет не знает но теперь он на них уже милость просит божью на них на этих злодеев съедят тебя то другое на кого на нас смотрят людоеда ты куда пришел ты не понял что ли то есть самыми людьми врагами нужно соединился это у него произошло в течение одного месяца только что причащался все все объявил по это не так это вот плоская земля вчера только затмение полная была луны посмотри как она делает затмение а чего она получается он ни одного слова не знает грамоты нету пишет страшные ошибками книги ну нет никакой грамотежки то совершенно а тот пишет роман я слышал что лапкин и иаким подбивают потерявецких чтобы с тобой не разговаривать а бой такой 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 же нашелся те же самые ошибки но не сам же он пишет и хотя чтобы ты им заплатил то что должен они хотят они хотят тебя выжить держись роман мы за тебя будем молиться это он такие слова говорит и сидят а там молитвенник какой а так как то кто это опять sd у него так и пошло сразу на первом месте да я их по я расшифровываю дьявол молись роман у тебя новые люди с тобой будут он с тобой будет он никаким не может написать же правильно то какие-то деньги или что-то хотят выжить заплатил и мы да никто не знаем даже не слышали то есть это что-то от романа исходит он и не говорил значит дал повод то есть он уже когорту собирает против потеряевки то но мы обязаны просто выступить немедленно я с батюшкой переговорил он приезжает на этой неделе это и ты роман приготовься к этому потому что ты объявил войну вышел на тропу войны мы принимаем вызов перчатка брошена ром малыш отвечает богу они не смогут запретить разговаривать со мной недостойнейшим червем навозным это червь навозный то он понимает что бог разговаривает с ним это все от бога то есть богохульник уже самый настоящий а больше мне ничего и не надо сон с богом вот такой пока сделает но он с богом вот он вызывает теперь направление против потеряевки злодеев это с богом ну какой бог то какой бог с маленькой буквы не знаю ваше имя о да покроет вас господь десницей своею локах то есть просят на них милости десницу он рехнулся совсем не знает кто он такой и проще сказал бы это неправда не опровергает ничего какие-то деньги заплатить какие роман обязан это было проверку ничего нету дальше так это я пишу никита колесников здравствуй рома нет ничего такого как подбивать деревенские чтобы разговаривать и речи не было рассуди сам ты не выходишь на контакт храм не ходишь батюшка даже в шутку что ли звонит и спрашивает нас где ты тебя в деревне не видно сам себя изолировал от всех а теперь тебе пишут всякие провокаторы лишь бы постебаться неверующие что за слово это означает ну взловно пошутить так сказать неверующие я уверен даже что не из барнаула не имени не фото не показывают вот я сам сидишь в вагоне и нашифровываешь себе всякий вздор про деньги какие-то мол заплатить должен а демон тебя на этом фоне еще пуще раскручиваем именно так все правильно написал когда христос находился в пустыне 40 дней ему поступил сатана этим нам показывается что враг искушает наиболее когда человек наедине ну а дальше как ты сам думаешь что будет наступит момент и тебя тебя потребуется оформление документов на землю цепочка потянется паспорт еще что у тебя ничего нет тут уж вступят в работу государственной службы требовать обязывать это их работа таков закон но не верит допустим там потерял верну и сидел бы спокойно так нет он теперь начинает видеть что группирует злодейство вокруг уже кучкуется вокруг него и он как будто не видит деревенские ничего не смогут сделать ты думаешь выдержать осаду зачем тебе это если храм наш прокаженный попы недействительные мы все обольщенные то что тебя здесь держит тебе нужно жить на земле и вокруг море но и здесь тебе никак не устроится везде тебя спросят кто ты где документы на свое давать тебе землю но государство должно как-то управлять то и понятно я даже приезжаю домой это приезжает документы по представьте документы я потеряю ски там еще и житель и все равно покажите документы я пошел-то паспорт принес а другие зачем показывать а как же так власть пришла вот так ну дальше а теперь сидишь дрожишь и еще думаешь что мученик христов да а так со стороны видно что гонишь дуру по полной программе и что дальше так еще все хорошо начиналось а чем закончится приди в себя уже и так далеко зашел на он отвечает рома малыш это все называется лицемерие зачем что лицемерил то ехал сюда лицемерие тонкады он в другим году на все относит к себе ничего не относит не писание не разговоры ты же лицемерил то что верующие у нас все одинаково лицемерное крещение выходит принимал лицемерно причащался а потом раскрылся мы-то не изменились они не на один шаг никуда ты же меняешься раскрываешь это лицемерил он даже не понимает лицемерился был рядом и все вдруг в раз порушил еще думаешь там тебя кто-то откуда придет твои друзья с украины тут помогут я повоевать то да с украины это отношения какие-то паспорт еще жёг ты не в россии не в украине ты нигде сгниешь тут пишет сегодня виктор николаевич принес формы для выпечки хлеба мои это он говорит и оставил снаружи он раньше всегда заходил и за картофельными очистками овечкам раз три дня уже неделю не заходит я никуда не уходил мне 40 лет никита с 15 лет уехал из родительского дома считает 25 лет путешествие путешествие вот даже одно предложение сколько в нем ошибок он не знает грамотежки никакой нету дальше и везде с людьми двоечник в разных коллективах опять ошибка ты у меня как на рентгене он не знает как написать ну двойка так что давай не будем лишние разговоры с богом дальше понятно да отличная беседа игнатий тихоныч благотворительность как не стать подкаблучником название ролика спаси христос это ко мне виталий калиников пришел и вопросы задавал а мы тут братьям сестрам вашим первыми обмениваемся игнатий лапкин если я поцелую и лбом ударю да ты к обеду не очухаешься от они икону подойдут и путин также подошел там икону то приложился а потом лбом то есть он от них берет то но может так не целуемся приветствуем кого-то подошел брежнев сколько целовался с карваланом этим подошел поцеловал бы его обнял а потом лбу бацьё ну как иконе икона год мы прикладываемся к ней целуем это про то что иконы целуют а потом лбом прикладывается игнатий лапкин забом батюшка молится говорят а рядом ребятички стоит один под поднялся плотной под него он наклоняется глаза зажмурено перед ним стоит кто сейчас я не знаю там рома или кто она лбом то стукнул этот откинул говорится коньки упал и все да сколько с ним бились пока лбом то стукнул его приложился игнатий лапкин пишет события дня опаздывают на 7 12 дней также и собрание стали просить выставлять собрание в течение суток мне трудно закачивать так как накопленный за неделю материал отсылаем администрация наших ресурсов ставит их а я только снимаю замки в нужное время то просьба была выполнена затруднением сейчас выставляю воскресное уже в понедельник утром собрание стоит один ролик но тут и события дня нужно выставить по горячему следу то есть течение суток а я еще соединять не могу а если она новый аппарат этот наш он рвет пополам доходит 2 деньги гигабайта он отрывает сразу второе делает а мне приходится два ролика делать как вот эти два видеоролика номер семь семь восемь события дня матфей 24 4 иисус сказал им в ответ берегитесь о масонстве 30 01 2018 год и точно также события б б да я их уже выставил вот сейчас я могу показать минуточку так чтобы было видно как это у меня здесь два вот они сегодняшние я выставил вот события вот она события б вот они ездят вот сегодня утром я выставил сразу 17 роликов 17 не надо поскольку ну и при том это не игрушечные там что тормать а история церкви сколько два часа 11 минут а тьмы к свету сейчас 30 это только сегодня выяснил печаль сатаны 21 но это номер уже 6 проповедь жития святых по порядку противосектантская сейчас 40 отдельно тайны святых 21 посчитайте по часам только ну тут голуби паля котенок лежит чтение занятия сейчас 33 словом божиим вот а вот это повторно я два раза выставил как оно получилось не знаю я пока убирать не думает а и дальше 23 два с половиной часа только один ролик вот вот это вот о масонстве мы здесь так по порядку и идут эти которая разорвала 31 минуты 47 ну ясно что больше часа поэтому ролик она разорвала система и мне пришлось еще раз целый день сидеть и закачивать ее и закачал сегодня это вчерашнее событие чтобы сразу выставить это у меня редко так бывает дальше так в этих событиях рассмотрены провокационные выпады недруга лжецов так это я о чем мы сейчас говорили это я специально выставил ради романа о чем был разговор поставить его уведомление предупредить это не годится что его дал людям повод такой что у него деньги требуют с него а мы приедем разберемся приедут один ехал правда не доехал зарезал пояс его вас таких много найдется и роман не дури это ты пошел через край тут уже разговаривать собой не будем распускать слюни просто в один день прям сразу же и мы с расстанемся навсегда чтобы ты натравлил людей и ты ни одного не двух натравливаешь что уже или замолкнет чтоб тебя не было видно и этот ролик постарается мы сегодня дать слава иисусу христу я его предупреждаю первый раз предупреждаю так потому что здесь уже ну совсем другая обстановка наталья усатая как нет крестного знамения другое я другом разговоре совсем они между собой она в германии живет и тут разговор зашел с евгением тарапко как говорит спасибо или не говорить об этом речь а на чем распяли его самораспятие говорит об этом вишка евгений тарапко это мужчина из в иерусалиме живет и говорит еще не уместно всюду как из пулемета говорить спаси христос а где он это видел из пулемета мы заднем вчера я ни разу не сказал нигде только из-за стола вылез спаси христос а это уже тоже лишнее говорит спасибо можно хоть из пулемета хоть как она горит не спасибо надо говорится спаси христос и сразу пулемет появился почему где он видел хоть раз евгений видел пулемет где-то нет спаси христос это благодарность а где благодарность когда я работаю сижу дома один и ты на работе. Тоже ничего нет. Ну, раз сказал, там придет время. Ровно столько, сколько спасибо. Ни на... Нигде, ни больше. Это замена. Вместо «спаси Христос» стали говорить, я говорю, «нуся назад». Чтобы Христа не употребить словом «в суе». Напрасно. Видишь, куда? Уже и к заповеди. Не надо употреблять в суе. А почему в суе-то, если ты благодаришь? «Спаси Христос». Понятно, о чем речь идет. Наталья, читайте внимательнее о крестном знамении. Знамении. Не в том контексте говорилось, как вы поняли. Наталья Усатая. Я желаю тебе спасения во Христе и Иисусе. Это плохо? Евгений Тропков. Я о том, что православные некоторые, как из пулемета выстреливают словами, на все буквально говорят «спаси Христос». Разве это плохо? За все благодарны быть. За все благодарите. Ты, Евгений, тут не то толкуешь. За все благодарите. Вот это написано. Первый офицерный кейс, там 5.18. Чтобы это только не было в суетности ума и напрасном употреблением в суе имени Христа спаса нашего. Где оно напрасно, когда ты благодаришь, чтобы Христос спас? Никак не подходит. Это искусственно натягивает. Наталья Усатая, вы говорите об Ионе, пророчестве. Как он на чревике-то опробовал? Евгений Тропков. Ладно, не будем дальше умножать речи наши. На всем закончим. С миром отойдем. Наталья Усатая, в этом и я согласна. Но я-то знаю значение. Чего не знаю, напишите. Понятно. Я пишу. Игнатий Лапкин пишет. То есть нельзя, а как, благодарите. А теперь этот Митрофан, грех там с косами вылез и говорит слово благодарю, нельзя благодарю, благо. Слова понимает, благодарю. А что ты можешь Богу благо, какое дать он? Я показываю тогда. Бога благодарю. Нет, нельзя говорить благодарю. Он и писание-то в руках не держал, видать. Так, Игнатий Лапкин пишет. 121 раз в Святой Библии говорится о благодарении людей и Бога. И людям и Богу можно говорить слово благодарю. Слово благодарю потребляется всюду. И так должно быть. Спаси Христос. Такими словами благодарили всегда на Руси, что сохранилось и поныне у держащихся до реформенного образа. Ну, царабрятся везде. Спаси Христос. Спаси Господь даже не говорят. Теперь я пишу местописание. Так, Левитам 22.29. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она прибрала вам благоволение. Ну, кому благодарение? Господу. Господу. Так, 2 царство 8.10. И послал Фой и Орама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его. И что делать? Благодарить. Давида. 2 царство 31.8. И пришли езейки и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа, и народ его израиля. Ну, а как благодарили? Ну, слава, благодарили, благодарю. И так и благодарили. Нееме 12.8.10. Нееме 12.4. Главы левитов. Так, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус. Иисус же возвел отче к небу и сказал, отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. То есть, Иисус благодарил. То есть, Иисус благодарил. Дальше. Деяние 27.35. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и разломив, начал есть. Вот пример показал, надо благодарить. И так и делали святые ученики. Римлянам 7.25. Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим. Иисус благодарил. Теперь апостол Павел благодарит. 1 Тимофей 1.12. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Значит, можно Бога благодарить? А грек говорить нельзя. Кого слушать будем? Евгений Трапко. Игнатий Тихонович, слово «спасибо» оно языческое? После того, как я в разговор отступил с ними. Со словом «благодарю» все понятно. Скажу, все понятно. Мысль ясна. Прозвучала мысль от Натальи Усатой, что слово «спасибо» оно мирское, равноязыческому. И верующим людям в Бога это слово употреблять никак нельзя. Ну никак не надо, нельзя. Сказал, там не беда, но языческое слово. Я отвечаю. Наталья права полностью. Переводят происхождение. Падай перед баем, ханом, прося помилования. Спаси бай. Спасибо. Со времен Чингизхана. Исторически показано, откуда слово «спасибо» вышло. Евгений Трапко. Но если это так, тогда можно с уверенностью сказать, что в русском языке мы можем найти еще слова с языческими именами языческих башков. Где-то он нашел, не знаю. И спасибо. Это не единственное слово языческого происхождения. Ну, ну, что спрашивают? Так и я так. Наталья Усатая. Я доверяю отцу Игнатию. Он мне сказал не употреблять. Я и не употребляю, так и детей научила. Я раньше задумывалась о его значении, но безответно. Ведь написано, не любите мир, не того, что в мире. Я это принимаю и стараюсь исполнять. По сравнению с знаниями отца Игнатия, я никто. Микроб. Ого! Смирение какое. Микроб. Игнатий Лапкин. Вы не поняли. В слове «спасибо» нет слова «бог», но «бай», то есть «хан». Они говорят, они говорят «спаси Бог». А какой Бог? Перед кем-то есть и «спаси Бог» к человеку. Ну да, людей называли. Вы боги, говорят, но все вы умрете. Но там не и так. Вика Пахомова. Здравствуйте.